Так, ну из натуральных, я вам сказала, это штучный паркет, массив, инженерная доска, ну и трехслойная, так ныне популярная, замковая доска, которую, наверное, можно и не показывать, и не рассказывать, все знают, все, это все видели. Так, дальше, из натуральных покрытий я бы обратила ваше внимание на пробковое покрытие. На сегодняшний день пробковое покрытие производится, как правило, двумя странами, это Португалия и Испания, то есть по месту произрастания пробкового дуга. И на сегодняшний день это пробковое покрытие, вот я покажу вам срез, здесь вы видите плита, КДМ плита, то есть чего делается ламинация, создает каркас желтый, снизу подложечка, сверху декоративная пробка. И сейчас мы имеем не только вот такой рисунок, привычный на пробочке, сейчас технология, наверное, будет уже 4 и 3, когда методом фотопечати на основу пробки набросят какой-либо рисунок. Причем самое интересное, что рисунок вы можете создать сами. От 40 метров фабрика выполнена. Есть лофтовские варианты, есть варианты природных покрытий, дерева, камешки, есть варианты ламинат, есть варианты лимитирующий паркет, очень много всяких разных вариантов. По свойствам замечательный материал, потому что тепло и звукоизоляция пробки – это лидер на нашем рынке. Лучше никто ничего не придумал. Я всегда говорю своим покупателям, клиентам, если вы ножку в спальне с кровати спустите и поставите на пробочку, вы почувствуете холода, вы почувствуете приятное тепло, потому что, типа, потерь нет, рука не остывает или нога. И второе – вы почувствуете приятную небольшую упругость. Может быть, кто-то из вас когда-то носил саламандровскую обувь. Я вот своим детям купила, там подошва из пробки, и каждый пальчик, он лежит в своей выемке, каждый пальчик чувствует комфорт. То есть, вот обратите внимание, я считаю, для спален, иногда у нас делают целиком квартиры. Но для спалена, для детских – это вот просто безукоризменный вариант. Почему еще обращаю внимание на детских? Потому что дети до 7 примерно лет, вот, судя по-моему, они рисуют, они читают, они их разбрасывают. Они все делают на полу. И мы для того, чтобы как-то вот это все сделать более теплым, более холодным для ребенка, мы сделаем ковры, ковры, олинии, пытаемся как-то решить эту проблему. Но, к сожалению, многие детки на сегодняшний день имеют аллергии. Аллергии на опыта, аллергии на шею. И здесь постелив пробочку, вы решите проблему вот этого вот тепла. Ваш ребенок никогда не любит, не узнаете ли ребенок ваших клиентов. Но при этом не будет никаких аллергий, потому что материал абсолютно не по-аллергии. Так, это про пробку. Можно на пробку? Да, конечно. А он более легкий же так, более теплый пробка, да? Нет, нет. Вы говорите о пробке, которая приклеивается на стену, да, она более хрупкая. И вы говорите о пробке, которая, допустим, не имеет вот этой вот базы. Она просто, видите, вот здесь база ХДМ. А значит, вы говорите, что это как это? Здесь ХДМ-клитаж. Это то, с чего делается лимонат. Сверху пробочка, снизу пробочка. ХДМ-клитаж сделано для того, чтобы из хрупкой пробки, как вы правильно заметили, невозможно сделать замок. Он, естественно, сломается. Вот это дает жесткость. Она дает сопротивление геметических размеров. Нет вот этих вот гуляний, вот как-то тактик, вот перекосок, тут уже там ши, изгибов. То есть вот такой вот материал. Я вам раздам каталогии, ставлю. Вот, в принципе, вы можете взять, почитать. И, либо выйти, мы работаем с фирмой Блокстан, это швейцарская фирма. Вот, очень хороший, хорошее качество продукции. И очень небольшой выбор по цветовым решениям и по конструктивам. Вы можете почитать, можете выйти на их сайт, там много написано, хороший сайт у них. Так, ну и спросу... Кстати, Анна, еще хочу, чтобы вы пояснили по поводу кипящего масла, как образуется твердый слой пробки. А, это не кипящее масло, это кипящий лак. Так, вот это да. Да. По поводу кровтости, значит, поскольку здесь у нас напольное покрытие, очень важным фактором для любого напольного покрытия является лак. Лак, либо масло, либо то, что лежит сверху. Ну, допустим, миламилам вольт-смолы, то, что используется в ламинате. Это не мебель, которую мы там очень в случае раз прокерли, там, в недельку. Здесь износа стойкости важный фактор. Поэтому для того, чтобы вот эту вот картинку сохранить, чтобы не получилось так, что там поцарапали или прошеркали, и выявилось из-под этой картинки, что самое обидное полезет вот такая пробка. И дефект будет ярко бросаться в глаза, будет очень сильно видно. Поэтому здесь использовано покрытие на хуткоуте, горячее нанесение. Здесь паркетный лак на водной слое, естественно, потому что, сами знаете, европейцы очень трепывательно относятся к экологии. И они, к экологичности материалов, это один из самых главных факторов. Даже, наверное, впереди износа стойкости. Поэтому здесь наносится горячий лак на водной основе. За счет этого пленка становится очень износа стойкостью. И обычно по натуральным покрытиям у нас нет такой сертификации, как 31, 32, 33 глаз. Это то, что относится к ламинату. Мы всегда говорим, что натуральное покрытие более травматично, более нежно и с ним надо обращаться аккуратно. То здесь, за счет вот этого горячего нанесения, у нас производитель сертифицирует вот такую пробку по 33 классу ламината. То есть это высокая степень нагрузки даже в общественных заведениях. И на кухню стелили. Ну, были у нас прецеденты, когда люди стелили по комнатам. Допустим, начинали со спальни или с детской. Попробовали, понравилось и пошло, пошло, пошло дальше. Ну, это когда идет в жилое помещение, и, допустим, человек не имеет возможности выехать, он делает по комнатам. Вот, ну, трудно, но бывают такие варианты. И были прецеденты, когда целиком коттеджи по стелам. Так.